Но я люблю тебя сильнее, чем прежде, и так же, как тогда, кружится голова. Строчки стихотворения Юрия Гарина точно описывают супругов в их глазах, с каждым днём огонь только ярче. Они несли эти чувства всю жизнь, когда учились в одном классе, когда шли на первое свидание и когда их разучила армия. Это старые письма с армии в 1971 году, как и день свидания первого, было уже 50 лет. А вот этим письмом в 2021 году будет 50 лет. Вот, прочитай, дорогой. Как ты меня звал? Забыл. Нинурчик, здравствуй. С большим приветом и массово лучших пожеланий к тебе, Василий. В 1973-м осенью вслякоть, зато нарядные, с улыбкой на лицах, они пошли в сельсоветы, расписались. И с тех пор так и идут рука об руку. Вместе трудятся, вместе отдыхают. Плечо надежное должно быть, чтобы в любой момент друг друга поддержать. Мне так кажется. Да. В трудные минуты обычно. Когда все пляшут, всем весело, все друг друга не замечают. А когда в трудные минуты, тогда нужна рука помощи, плечо надежное. Надежный друг. От большой любви рождаются прекрасные дети. Милосердовы воспитали двух умниц дочерей. Младшая Наталья с трепетом вспоминает детство и то, как любовь родителей ее вдохновляла. На протяжении многолетней жизни, семейной, совместной, в их глазах до сих пор горит огонек любви, верности, взаимопонимания, доброты, поддержки. И, конечно же, это очень радует. И я думаю, это будет еще длиться долго. Итак, особенный день, 8 июля. Сегодня стал еще торжественнее. Губернатор Александр Никитин вручил супругам медаль за любовь и верность. Вы, я так понимаю, посчитал сегодня справки к вам с 73-го года? 47 лет. 47 лет. Почти 50. Чти, да. Даже не скажешь, по-моему, по-моему, да. Поэтому заслуженная награда, вот заслуженная награда за любовь и верность. Я сегодня хочу медаль по поручению оргкомитета, ну и от себя лично, от руководства области вручить вам. А в вашем лице поздравить все семьи Атамбурской области с этим праздником замечательным, поскольку он действительно наш, исконно русский. У Варова вновь глядываюсь я, в огни вечерних улиц, площадей, мое Уварова на свете для меня, нет города дорожьей и родней. И полились рекой песни и душевные разговоры о вечном, о любви. Ну а пока гости увлекательны на беседу, давайте я вам поближе покажу саму медаль. Смотрите, с одной стороны на нее изображена ромашка, как символ праздника, а с другой – лики святых Петра и Февронии. Получают эту медаль только те, кто показал пример крепких семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Романтичные сказки заканчиваются свадьбой словами «И жили они долго и счастливо». В реальности свадьба – новый этап с радостями и совместными испытаниями. Субруги их преодолели, пронесли любовь через десятилетия. Кстати, таких влюбленных в области много. Медали за любовь и верность получили еще 68 супружеских пар. Мария Шубейкина, Николай Иванов, Анна Мусатова. Область новостей.